Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 8 ноября По одному из календарей славяне отмечают День Дыя. По народному месяцу слову – Дмитриев день, родительский день. 8 ноября христиане чтут память святого Дмитрия. Родился в городе Солоне, Фессалонике. Жил во времена правления императора Максимиана, 3-4 века. На Руси поминали в этот день усопших. Обычай этот древний пришел с тех времен, когда примерно в то же время славяне устраивали осенние поминовения предков. Было принято в родительский день ходить в церкви, ставить свечи за упокой, посещать могилы родственников, на которых оставляли поминальную требу – еду, чтобы душа ушедшего могла поесть. Согласно поверьям, в это время на могилы прилетают души предков в образе птиц, которые и съедают угощения. Летают они и по родным местам, которые некогда любили. Затем дома совершались поминальные трапезы. Существовал обычай. Старшая женщина, вынимая первый блин из печи, мазала его маслом, медом и ела со словами «Помяни Боже честных родителей». В этот день готовили и специальное поминальное блюдо – кутью. И говорили, Дмитриев день – кутейником работа. Колево, то есть кутью, готовили так. Брали 250 грамм зерен пшеницы, 150 грамм изюма, 150 грамм инжира и 100 грамм меда. В сваренные на воде, очищенные от оболочки зерна пшеницы, добавляли перебранные, промытые и запаренные изюм и инжир, подслащали медом и все перемешивали. Затем угощались, предков не забывая. В этот день примечали. До Дмитрия зима не становится, а после на плите не лезет. Если в Дмитриев день холод и снег, весна будет поздняя и холодная, а если отепель, то и всей матушке зиме быть степлинами. Частые отепели будут. А по одному из календарей славяне отмечают День Дыя. Славяне-родноверы в этот день почитают древнейшее имя сварога – Дый. Еще до того, как сварог сковал плуг, он помогал нашим пращурам добывать себе пищу на охоте. Осветив оружие, отправляются они на зимнюю охоту. После нее и отдание трепс варогу и чуру говорят, зима начинает сковывать землю морозами. В общинах проводятся священные обряды, медитации. Всебог-род открывает ведущим людям тайны и осеняет озарениями. Этот праздник волховской. Он связан с проявлением личных качеств духовных проводников. Еще 8 ноября отмечают и День Мыха. Это мужской воинский праздник. Мыха – покровитель воинов, воинов-магов, казаков-характерников. Это Мыхе вручил Велес меч, символ зарождающегося месяца. Хозяйка на Мых участвует мужскую божественную энергию, чтобы ее муж, отец, сын, внуки всегда были в безопасности и имели силу и мужество. Если молодые готовились зачать ребенка, а в этот день, как говорят, зачинались мальчики, то родиться ему предстояло воинам. Когда Велес вручил меч Мыхе, покровителю воинов, то повелел защищать людей в зимние дни, когда тьма господствует на земле и ночь правит, от чернобы. Мыха приезжал к людям на белом коне, приводил настоящую белую зиму. В этот день проводили возрастные инициации, когда мальчики выходили из детского возраста и становились полноценными членами рода общины. Значительную роль в празднике играли женщины. Для каждой из них, имеющих сыновей, он являлся очень важным. Матери готовили сыновей к посвящению, настраивали на новую жизнь воина, защитника и главы семьи. Хозяйки честовали мужчин рода, чтобы у них всегда хватало сил и мужества противостоять любому врагу. Кроме того, в этот день принято было просить домовых и других домашних духов не оставлять жилища без своей защиты. В угощение волшебным помощникам у дверей напротив печи ставили сладкое питье и клали лучшую еду. А еще в этот день парни приглядывались к девушкам, чтобы на следующий год сватать. Молодые мужчины смотрели, как хозяйки чествуют мужчин, и решали, из какой семьи брать девушку в жены, чтобы была она и хорошей хозяйкой, и во всем поддерживала мужа. Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok